Следующий листинг, который мы разберем, достаточно большой, поэтому мы не будем писать код, а просто его разберем. Это выявление аномалий в данных методом кластеризации, comments, модуль SciPy и knn, к ближайших соседей из модуля PyOt. Пример основан на источниках, которые приведены в листинге. Для начала мы устанавливаем библиотеки NumPy и Pandas, даем им псевдоним NPNPD. Импортируем MATLOG DPI PLOT MODEL SPLT, отображаем графики, все диаграммы и графики inline и устанавливаем предопределенный стиль графиков jjplot при помощи команд. Генерируем набор данных в две колонки названия скважины и дебют от 1000 до 2500. Для генерирования данных используем библиотеку Faker, здесь есть ссылка на нее, библиотеку NumPy и фрагменты данных библиотеки Pandas. Сгенерируем данные 100 скважин. На самом деле библиотека Faker, исходных в примерах, служит для генерирования имен сотрудников и их зарплат. Мы попробуем сгенерировать для скважин. Здесь мы импортируем Faker, объект Faker из библиотеки Faker, создаем объект Fake, устанавливаем зерно для генерации 4.3.2.1, генерируем имена скважины. Поначалу это пустой список, дальше мы добавляем к нему новое сгенерированное имя. Имена генерируются достаточно произвольным образом, всего 100 количество имен мы сгенерировали, это пусть будут имена скважины, хотя изначально предполагалось, что эта библиотека генерирует имена сотрудников. После этого генерируем данные 9 скважин, salaries, это на самом деле у нас идет зарплата, будем считать, что это скважины, 9, и случайным образом генерируем от 1000 до 2500 случайную величину. Каждый раз добавляя ее к salaries. Далее мы создаем фрагмент данных из двух массивов, из двух списков. Первый WellName и FlowRate . Вот наш фрагмент данных, это первые пять строчек, мы получаем это при помощи оператора head. Дальше мы изменим данные двух скважин вручную. Например, это может случиться, если ошибочно были сняты данные или кто-то намеренно их изменил. Эти данные явно аномальные, они очень сильно отличаются от того, что у нас на самом деле есть в данных. Проверяем, насколько действительно ли они изменились. Строим ящик с усами, это обычный ящик с усами, но мы видим, что здесь у нас есть выбросы, это как раз наши аномальные данные. Выявить также их можно при помощи гистограммы. Здесь мы делаем переменную ax. Это наш фрагмент данных. Итак, мы из него выбираем FlowRate и фактически его рисуем. Девять скважин у нас изменяется от 1000 до 2500. Это случайная величина. Плюс добавляется еще пара значений, очень небольших. Это аномалии. Непосредственный способ выявления это минимум максимум столбца данных дебита. Вот, собственно, минимальный 17 и 24,98 это максимальный. Аномальный низкий и минимальный 9 выглядят подозрительно. И второй вариант, как я уже упоминал, при помощи диаграммы, гистограммы можно это выявить. С помощью кластеризации методка средний, commin, мы можем выявить эти аномалии при помощи кластеризации в два кластера. Мы сохраним 9 скважин в отдельной переменную, floret row. Для совместимости с модулем scipy приводящим строку столбец при помощи оператора reshape. Один означает количество столбцов. Минус один означает, что количество строк будет столько, сколько понадобится. И переводим в тип float64 с плавающей точкой. Далее импортируем и применим метод commin к столбцу данных из библиотеки scipy в модуле Cluster. Посвященному кластерному анализу мы импортируем commin из подмодуля vq, vector quantization. Указываем данные и количество кластеров commin. Это code и distortions. Значит, здесь будет у нас flow rate row. Это наши данные. И четыре кластера. Cookbook это центроиды кластеров commin. Distortion это средний и фридовое расстояние между данными и центроидами с генерированными commin. На данном случае это классическая векторная кванатизация, какая она была еще со времен Shannon. Группы данных и центроиды groups и cdst ассоциируем методом vq. Импортируем vq и groups cdst задаем при помощи метода vq, функции vq. Здесь у нас наши данные, а здесь наша кодовая книга, наши центроиды. Теперь отобразим группы на диаграмме. Мы видим, что наши кластеры выглядят следующим образом. Это четыре кластера. Аномальные данные слева видны. К сожалению, здесь они не выявлены методом кластеризации, потому что кластеры достаточно большие получилось. Если бы мы разбились на два кластера, наверняка он бы был выявлен. Теперь попробуем выявить аномалии не просто кластерным анализом, а при помощи особого метода. Мы пометим наши аномалии единицами. Точнее говоря, введем новую метку класса. Класс это будет новый столбец во фрагменте данных. Сначала заполняем его нулями, считаем, что все нулями. Потом наши значения 16 и 65 обозначим единицей как аномалии. Единица у нас будет означать аномалии, а 0 это что не аномалия. И класс аномального значения от 16 это будет аномальное значение класс 1. Отобразим первые 5 записей. Первые 5 записей это значит название скважины и 9 скважины. Класс 0 это нормальные скважины, это нормальный 9. Теперь попробуем интерпретировать эту задачу как задачу бинарной классификации. То есть у нас есть два класса. Один класс должен быть аномальными значениями, второй класс с нормальными значениями или наоборот. Мы используем обнаружение аномальной аномалии на основе близости Proximity Based Anomaly Detection. И для этого опять же используем метод K ближайших соседей. Ну да, теперь мы будем использовать библиотеку PIOT. Она разработана специально для выявления аномалии. Официальный сайт приведен в листинге. Мы импортируем модуль KNN из библиотеки PIOT. Колонка WellName нам не понадобится именно скважины. Подготовим данные для классификации. Мы извлечем из колонки Flow Rate 9 скважины значения при помощи свойства Values и при помощи оператора Reshape превратим его в столбец. Один это количество столбцов, а минус один опять же означает количество строк будет столько, сколько нужно. Вот Y у нас получается это класс. Класс значение это Values, то есть значение в столбика класс. Напомню, 0 это нормальное значение, единица аномалия. Теперь мы делаем тренировку. Обучение. Индикатор KNN. Уровень Contamination. Загрязненности данных, рассоренности данных устанавливаем как 2%. И количество соседей для метода ближайших соседей устанавливаем равно 5. Он берет количество соседей ближайших 5, вычисляет расстояние по ним и дальше пытается отнести к классу. Как обычно в этих методах, функция Fit, оператор Fit, производит всю основную работу для подгонки моделей под данные. После этого модель построена. Так как мы построили модель, теперь мы попробуем тренировочные выборки. Получить метки данных для тренировочной выборки. И баллы выбросов. Scores. Метки данных это 0 или 1. А Decision Scores это баллы, насколько действительно то или иное значение является нормальным или нормальным. Оцениваем метод KNN применительно к тренировочным данным. Из модуля утилс библиотеки поет. Импортируем и выливаем print. Мы получаем, что ROG анализ дает коэффициенты 0.85 до 0.86. Это хорошее значение. Precision Rank 0.5 это не такое большое значение. Но для выявления аномалий это вполне сойдет. Теперь добавляем выброс тестовой выборки. 9 равен 37. Задаем заведомо низкое значение, являющее аномальность. И проверяем, отнесет ли модель это значение к аномальным или нет. Применяем KLF predict к Xtest. К Xtest у нас состоит из одного значения. При помощи NPRA мы обязаны были его превратить в массив. Причем это двойной список. Это делается для того, для совместимости с нашими операторами. И он отнес наше аномальное значение к классу с меткой 1. То есть считает его аномальным. Теперь мы возьмем нормальное значение. Например, 9, 12, 56. Привратим его опять же в массив NumPy. Двойной массив NumPy. И сделаем прогноз при помощи нашей модели. И мы увидим, что классификатор отнес к классу нормальное значение. То есть поставил ему метку 0. Что за учет ? Нет, я не его волну. Что за учетом значит, роняга.